Впечатляющие размеры, феноменальное цветное зрение, необычайная сила и выносливость, а также смертельно опасное оружие в виде мощного клюва и гигантских острых когтей, что совместно с огромной скоростью делает его крайне эффективным и опасным охотником. Привет друзья, вы на канале время с пользой и герой сегодняшнего выпуска обитатель труднодоступных горных регионов. Величественный и очень грозный хищник, самый крупный орел и настоящий хозяин неба. Беркут. Переходим к делу. Беркут – один из самых известных пернатых хищников. Это крупнейший представитель рода орлов, что подтверждается длиной тела от 76 до 93 сантиметров и размахом огромных крыльев до 240 сантиметров. Средний вес самцов около 3,5 килограмм. Самки на порядок крупнее и могут весить более 6 килограмм. Темно-бурый окрас дополняется золотистыми перьями на шее и затылке, поэтому английское название птицы звучит как золотой орел. Беркут обитает на территориях Северной Америки, Европы, Азии и Северной Африки. В зависимости от места обитания, его окраска и размеры разнятся, поэтому выделяется 6 подвидов. Птица встречается в довольно разнообразных ландшафтах, среди которых степь, тундра, хвойные и смешанные леса, зоны, поросшие куставником и другие территории с наличием открытых мест вдали от поселений человека. Но наиболее плотная популяция сохраняется в холмистой местности и горах. Альпы. Высокий и протяженный горный хребет, лежащий в Европе. Если летом здесь бывают относительно жаркие дни, то зимний период характеризуется частыми снегопадами и низкими температурами, что создает множество испытаний для местных обитателей. В этих негостеприимных, но очень живописных краях, обитает около 30 тысяч видов животных, которые смогли приспособиться к самым суровым климатическим условиям. Но все равно их жизнь – постоянная борьба за выживание. Кто-то научился быть незаметным, а кто-то полагается на бдительных соседей. Чтобы поймать такую добычу, нужно иметь максимально острое зрение и делать ставку на внезапность. В восходящих потоках воздуха Беркут может подолгу парить, не прилагая никаких усилий. Он с легкостью маневрирует и контролирует ситуацию даже при сильных порывах ветра. Зоркий глаз орла способен заметить мышь на расстоянии 400 метров. А зайца Беркут отлично видит более чем за 2 километра. Иногда он ведет наблюдение со скалы или высокого дерева, нападая из засады. Но чаще всего орел высматривает добычу, паря на большой высоте. Фиксируя цель, охотник бросается вниз, пикируя с невероятной скоростью до 320 километров в час, уступая по этому показателю только сапсану. Приближаясь к жертве, Беркут вытягивает вперед длинные ноги и хватает добычу, которой уже не суждено вырваться. Рацион птиц довольно разнообразный. От мышей, ящериц и змей до лисиц и некрупных копытных. Но чаще жертвами становятся зайцы, сурки, луговые собачки, суслики и другие схожие по размеру животные. Беркут обладает отменным аппетитом. Его суточная норма составляет около полутора килограмм мяса. Крупные птицы также подвергаются нападениям. Такующие глухари теряют бдительность и в поединке не замечают главной угрозы. На поле боя врывается Беркут, но второй самец видит в нем не смертельную опасность, а очередного конкурента. Орлу достаточно своей добычи, однако глухарь не унимается и вызывает соперника на поединок. К сожалению, агрессивный нрав не гарантирует победу. Против мощных когтей Беркута у бедняги нет шансов. Иногда в качестве жертвы Беркут выбирает цель, намного превосходящую его в весе. Одиночная атака с воздуха в этом случае малоэффективна, поэтому умелый охотник попросту сбрасывает животное со скалы или вцепляется в жертву и атакует балансируя на спине. Сила и выносливость птицы поражает. Беркут способен поднять в воздух ношу вдвое больше собственного веса. Зимой с добычей пропитания часто возникают трудности, поэтому немалая часть рациона Беркута состоит из падали. В крайнем случае он может обходиться без пищи до пяти недель.